17 апреля стояло заседание ректората КФУ, которое пришло в зале попечительского совета. Первые три вопроса о повестке заседания ректората КФУ были посвящены приемной кампании в Институте вычислительной математики и информационных технологий, Институте математики и механики имени Лобачевского и Набережной Челнинском институте КФУ. Сотрудниками института проводится профориентационная работа в районах республики, в частности, это Болтасинский район или курируемые деревни. По словам Сергея Мосина, уже сейчас на базе олимпиадников, составленные институтом, фамилия порядка 200 талантливых одиннадцатиклассников, с которыми ведется работа по привлечению для поступления в КФУ. В свою очередь о приемной кампании в Институте математики и механики имени Лобачевского КФУ рассказал Максим Хромченков. По его словам, в нынешнюю приемную кампанию увеличены контрольные цифры приема практически на 30%. В 2015, 2016, 2017 году мы принимали бакалавра 90 человек, 20 на математику, 20 на механику, 25 на математику, конструктор науки и на педагогическое образование. Теперь у нас на математику и механику увеличены цифры на 5 человек. При этом самый высокий процент студентов, обучающихся на контрактной основе в Институте математики и механики КФУ, наблюдается на отделении педагогического образования. Это обусловлено высоким процентом трудоустройства выпускников и большой востребованностью учителей математики. С докладом о привлечении иностранных студентов в КФУ выступил заместитель директора Департамента внешних связей Фарид Хайдаров. Среди эффективных каналов и механизмов привлечения иностранных граждан для обучения в КФУ он назвал сайт университета, привлечение по гослинии, сайт в рамках проекта 5100, а также социальные сети. У нас ежегодно плюс 2% увеличение доли иностранного контингента. Это большие цифры. Это большие, в общем-то мы начинали с цифры 500, а сейчас 5500. Спикер отметил, что на будущий учебный год в КФУ стоит задача 200 общий контингент иностранных обучающихся в КФУ до 6200 человек. Заседание закончилось предложением сформировать базу выпускников в Казанском университете из числа иностранных граждан. Диана Шилова, Вальнард Авлетьяров, Универньюс. Диана Шилова, Универньюс.